Жена в этот день дарила мне подарки, аксессуары для машины, одежду спортивную. Мне было бы приятно получить подарок, связанный с моей деятельностью, с работой, влечением, хобби, например. Ну, не носки, естественно. Я уже в возрасте, мне подарки, они в принципе не интересны. Мне главное, что в семье все нормально, у детей все отлично, у нас все отлично. Ну, а что желать? Ну, и людям добра желаю просто. Путь к сердцу мужчины традиционно лежит через желудок. Сочетание рыбы, мяса, напитков считается идеальным подарком для каждого. Будь то коллега, товарищ, супруг. Женщины заваливают заявками компании. Чаще всего берут от пяти штук. Идеально подойдет на подарок мужчинам 23 февраля набор из шоколадных конфет. Это ручная работа, внимание к деталям и превысотный вкус. Вот что делает этот подарок по-настоящему особенным. Угодить с презентом проблематично. У каждого свой взгляд на вопрос. Причем стоимость и предназначение презента во многом зависит от материальных возможностей, вкуса и степени родства. Предстоящим праздником, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта, наша организация, Бобруйская автошкола ДОСА, подготовила сюрприз. Это подарочные сертификаты, которые включают в себя подготовку и переподготовку любой категории. Здесь все включено. Это обучение и топливо. Каждый желающий может приобрести такой подарок для своих родных и близких. В коллективах в этот день обычно устраивают застолья, а виновникам торжества дарят символические презенты, сувениры в форме оружия, фляги, аксессуары цвета хаки, стилизованные канцелярские товары. Мега популярным в последнее время стала доставка еды. Готовить современные дамы не хотят, им проще заплатить. В магазине «Универмаг» представлен широкий ассортимент товаров для мужчин ко Дню защитников Отечества. Можно приобрести часы, подарочные наборы, галантерейные изделия и многое другое. Приглашаем вас за покупками. К выбору бобручанки подходят серьезно и на пути в магазин уже знают, что хотят подарить. Ажиотаж в галантерее в продовольственном техническом отделах. Может быть, что-то из нашей белорусской одежды мне всегда нравится. Ну и я хочу сказать, хочется, конечно же, приготовить хороший стол мне, как женщине, своему любимому мужчине и провести этот день в мире согласия и любви. Я хочу подарить головной убор для Бани, потому что он очень любит париться, чтобы он чувствовал себя комфортно и здорово. Самое большое, что можно подарить мужчине – это нашу улыбку, теплоту, уют дома, ласковые слова, слова благодарности, чего он заслуживает. Очень обожаем мужчин и хотим, чтобы у них, допустим, были красивые галстуки, красивые ремни. Самый лучший подарок для мужчины – это набор для барбекю, потому что все мужчины любят шашлык. Каждый раз своему сыну на 23 февраля я стараюсь сделать оригинальные подарки. По статистике, больше всего мужчины желают получить в подарок внимание любимой женщины. Для кого-то это романтический ужин, для некоторых – совместная прогулка, поход в кино, в ресторан, театр, на концерт. Для других – просто домашний праздник. Современные мужчины любят получать подарки, однако от возраста зависит их отношение к этому празднику. То с молодыми людьми так не получится, они это воспримет как личное оскорбление. Из того, что я слышала от самих мужчин, им достаточно внимания и заботы. Как правило, речь не идет о каком-то конкретном подарке. Им важно, что о них позаботились, о них подумали и постарались сделать для них приятное. 23 числа в День защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси в Бобруйске пройдет митинг и возложение венков и цветов к памятнику танку на могиле генерала Бахарова и братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Начало торжественной части в 11 часов на Площади Победы. Елизавета Житкова, Станислав Чичерин, Максим Калинин, Бобруйск, 360.